Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова канал Unreal Игры. Ну что ж, мы продолжаем играть в наш летсплей, а там перезагрузка, это 62-й выпуск. Всем привет, и с вами самый очаровательный и обворожительный Рыжевиз. Так, F1... Блин, я так давно не записывал, что забыл на какую кнопку... Ну это да, у нас всё так навалилось, что мы слишком длительное время не записывали. Ага, очень. Ну что, покажешь свою постройку? Ну, давай, она ещё не готова, конечно, но в принципе можно. Сейчас я сначала покажу. Как вы помните, тут раньше была нефтяная скважина, откуда мы откачивали очень долгое время нефть. И ты тут, как я вижу, построила интересненькую лесенку. Да, я экстренным спуском. А, я пока по лесенке. Да ладно, там уже лесенки не осталось. Так. Ну тут пока-то ничего не строила, да, внутри? А, нет, я пока делала спуск. Это всё-таки очень длительное время занимает. Ну да. Я думаю, будет что-то тут интересненькое у нас. Так, сейчас... Ой-ей, у меня там... О, черепушка. Так. Ладно, тогда давай-ка позанимаемся сегодня делами. У меня есть тем, какое-что показать. Кстати, надеюсь, что меня на этот раз слышно намного лучше, потому что я очень долго плакала над тем, что у меня в видео просто ужасный звук. Как вы ещё это всё терпели? Это просто невозможно. И ты одела пипетку на микрофон. Да, я дошла до того, что я одела пипетку на микрофон и прищемила... Точнее, прищемила её прищепкой. Прищемила, блин. Пипетку. Я не могу, блин. Я уже не поняла, как... Точнее, я отчаялась и пришлось поступать вот так вот. Так, ладненько, пока что я покажу зрителям, что у нас тут новенького. Пока я не записывал, я, короче говоря, сделал ветряк, который вырабатывает 512 энергии. И самое интересное, что ротор у него... ...починенный на 100%. Интересно. То есть тут такая тема, вроде они ночью восстанавливаются, а при перезапуске сервера, походу, до сих пор тот баг сохранился. То есть, когда сервер перезапускаешь, вот этот вентилятор, он автоматически становится новый. Так, ладно, давайте запускаться. А что, по-моему, даже очень удобно. Кстати говоря, я настолько длительное время не записывал, то что у меня получилось... Я сейчас вам покажу. Вы, наверное, скорее всего, удивитесь, откуда я это добыл. Ну, у меня пару бочек материи есть. Просто пару бочек материи. Смотрите. Я тут, оказывается, не сделал генератора материи, и за серий я всё-таки его сделал, потому что записывать, конечно, не получилось, но я сделал генератор материи. Вот, как вы видите, у меня даже сохранилось тут сбоку то, что я делал. Вот генератор материи. Кстати говоря, вот так он делается. Из светопыли, продвинутых микросхем, лазуритового кристалла энергетического, который делается вот так. Собственно, на самом деле, почему тогда я забыл сделать генератор материи? Хотя я всё втирал, что репликаторы — это и есть генератор материи. На самом деле, когда вводим собаку Индастрил, вот в ней, сейчас я вам покажу. Вот тут почему-то генератора материи не было. То есть от этого я, собственно, его и не нашёл. То есть, видите, да? Всё есть, кроме генератора материи. То есть, конечно, есть шанс, что он тут есть, я просто не заметил, но его не было реально, потому что он выглядит вот так. Боже, я хочу чихнуть. А то двигай микрофон и чихай. Да, уже не хочется. Собственно, смысл в чём? Кстати, мне недавно подписчик писал, мол, ой, да сделайте генератор 10 этих утилизаторов, и чтобы у вас там булыжник перерабатывался, поставьте, чтобы клалось в генератор материи. Я говорю, чувак, это уже сделано как 3 дня назад. Ну да. А для зрителей-то будет, наверное, через 2 месяца. Не, ну блин. Да не так долго. У нас всё-таки довольно-таки уже близко к концу, имеется в том, что уже сколько серий вышло. Ну, ближе к выходу точнее, можно где-то так сказать. Да. И, возможно, я немножко проспойлерю, но есть пару довольно-таки интересных новостей. Во-первых, у меня наконец-то появился более-менее нормальный ноутбук, и у меня наконец-то стабильно 25 ппс, а не 0, в том же 25 возле этого завода. И, думаю, если всё-таки большинство зрителей нас очень хорошо поддерживает и будут ставить много-много лайков, больше. Да, больше лайков. Чем больше, тем лучше. Да. То мы проведём стрим. И, возможно, даже получится провести его на 2 камеры. Да, было бы интересненько. Так, Ланик, пока ты там проговорил, я тут показывал материю. Короче, у нас где-то 4 бочки почти заполнены на полную, то есть 1 бочка 256 материи и 3 бочки по 191 материи жидкой. Так, собственно, вот с помощью вот такой вот системы, то есть тут через МЕ сеть подаётся утиль сырьё вот сюда в генератор материи и поступает энергия. Как вы заметили, я уже показывал, 2 энергохранилища почти заполнены на полную. Ну, как почти, точнее, они на полностью заполнены. Вот. Остаток у меня идёт, собственно, в генератор материи. Генератор. Так, давайте посмотрим, что у нас тут наверху и как всё это сделано было. Вот, собственно, вот так я подключил МЕ сеть сюда. Тут у нас в автоматическом режиме делались железные пластины, а тут перерабатывалось всё ненужное в утиль сырьё. Давайте посмотрим, сколько у нас его. У нас его 14 тысяч. Ну, там чуть-чуть побольше. Вот, собственно, тут у меня 128 батареек, всевозможные крафты стоят. Так. А также 5520 железных пластин сделалось. То есть, это всё сделано для того, чтобы сделать побольше продвинутых ветряков и поставить вон туда. Так, ладно. Что я ещё хотел сделать? А, попробуем сегодня, наверное, сделать иридий всё-таки. Так, а для этого нам как раз-таки и нужен будет репликатор. А то всё время я не то делал. Так. Ладно, тогда возьмём, наверное, мы парочку жидкостных труб. Потом, что нам ещё может понадобиться? Ну, я думаю, можно взять ускорители. Пускай будет три штучки, потому что там, на самом деле, очень долго всё это делается. И, по-моему, на один иридий требуется где-то 22. Так, будет с... Энергия уже пошла накапливаться. То есть, нужно один миллион энергии и 22 ведра материи. Просто охренеть. Чтобы сделать одну иридиую руду. Ну, почему нормально? Потому что она очень крута. И это ещё слабосказано. И дам небольшой совет для игроков, которые пользуются опен-блоком. Никогда не ложитесь спать на довольно-таки узком пространстве, должно место быть хотя бы больше, чем... Ну, 4 до 4 блока. Потому что есть шанс, что вы появитесь в кирпичах. Шкуранётесь в стене, короче говоря. Да, и часть вещей может просто туда пропасть. И не факт, что вы их найдёте. Так, ладненько, возьму я крышку пока что из форш микроблока. Просто нужно разделить, чтобы материя лилась из бочки только в этот адский агрегат. Вот так. Ставим вот так и, пожалуй, конечно, можно сделать вот так. Ну, блин, хотя это слишком уже тут. И вот сюда можно будет поставить просто пару бочек. Конечно, у нас уже на квантовый костюм даже на 2 хватает, потому что, блин, столько материи уже получилось, что просто чудо. Вот, как вы видите, энергии уже набралось, то есть, видите, 85 процентов. А это где-то уже 1 миллион энергии. Ого, ничего так. То есть, да, тут все очень даже интересненько так. Так, значит, тут поставим мыслив. Ягу, энергия в последнее время очень хорошо идет, просто вот, как вот я ветряки сделал, именно перевел все железо на ветряки, а у нас там было около 5-10 тысяч, где-то так, я даже не помню. Вот, а еще карьерчики тоже поработали и еще столько же нам добыли. Правда, один карьер там так получилось, что он в холостую работал, в МЕ-сети просто там все засралось, и в итоге он, скорее всего, поплевал просто там, в нижнем мире. Ну, думаю, что не сильно это будет страшно. Ну, да. Так, ладненько, как вы видите, дело пошло. Энергию на 100%, материя, то есть, создание иридовой руды уже на 17%. Кстати говоря, тут ускорители также добавляют. Ну, чем больше ускорителей, тем быстрее все будет производиться, но при этом будет, конечно же, жрать энергию. То есть, раньше как было? Делаете материю в генераторе материи и просто крафтите, что вам нужно. Ну, теперь, конечно же, все хардкорненько так, потому что раньше требовалось, я не знаю, сколько там, материи 6-7. Вроде 7 материй требовалось на иридовую руду, а сейчас требуется, ну, блин, 22 ведра, офигеть. И при этом еще ее надо сделать. Ну да, это не хило так. Нет, имеется в виду, ее надо обработать, точнее, вот. То есть, не просто ее взял и скрафтил там потом ресурс, который нужно, а чисто уже вот так. Я просто хотел хоть один иридий сделать. Кстати говоря, тут лучше не нажимать вот этот next pattern, это означает шаблон, потому что тут может просто все сбиться. И также не нажимать лучше стоп, вот эти тоже кнопочки 2 тоже не нажимать, потому что иначе может прогресс просто слететь. И то, что у вас, допустим, материя была и энергия, она может просто взять и слететь. А вот чтобы у вас тут появился иридиевая руда, допустим, да, вот тут написано следующий этот, предыдущий, собственно, должно стоять хранилище шаблонов. А перед ним вот такой вот сканер, то есть, я сканировал тут иридий, он сканировался, потратился на это дело 1 миллион энергии и у нас переместилось все хранилище шаблонов. Также можно перекопировать на специальные как бы носители. То есть, если у вас иридиевой руды вдруг нету, то вы, например, у друга можете купить вот такой кристалл памяти с записанным рецептом иридия. Проще уже говоря с полуфабрикатом. Ну да. Так, тут работает все. Что порой, по-моему, тоже очень даже неплохо, учитывая то, что иридии встречаются очень нередко. Ну да. Не, на самом деле вот это специально, наверное, сделано для серверов, потому что так гораздо интереснее. То есть, тут тебе не только, ну, то есть, ты не можешь просто взять, построить геатр материи и у тебя будет шлепаться материя. То есть, теперь как? Ты материю можешь делать, но при этом, пока у тебя нету иридия, ты не сможешь начать иридии делать просто-напросто. То есть, очень все так хитренько сделано. Что за... Что именно? Ты тут какой-то странный вход, а зачем ты его забирал? Так, я убрала блок и там учти напалилась вода. А, понятно. Так, ладно, что мы еще можем поделать в серии? Я, на самом деле, рассчитывал показать геатр материи, я думал, что на это уйдет минут 20. А, кстати, можем немножко попутешествовать, например, вверх, покажу, я покажу, куда идет дорога, или сделаем сюрприз по окончанию. Ну, давай пока дорожку просто покажу. Пойдем. Если бы я еще бегал медленно, то тогда можно было бы спокойно, а я, блин, за три секунды до тебя добегаю. Ну, можно чуть поменьше поставить скорость бега. Кстати, я сделала плиту-печку, очень удобно. Ты вижу, половинчатая. Она, по-моему, если я не ошибаюсь, сделается из полублоков. Да. Так, тут сундучок опять со всякой сячкой. А, его лучше не трогать с тебя. Хотя, ресурсы, которые я там добыла, можно убрать, потому что это сопутствующие ресурсы были. Таких сундуков у нас уже по территории разбросано. У того домика... Есть штуки. У того домика с торговым центром уже сто лет лежит ящик. Так, прости, господи, сколько мы не заходили-то. Вот с того времени он стоит. Да, у меня просто сил нет его убрать. У меня тоже. Я, блин, то одно, то другое, то лазю, то перехожу поздно, то и... Вкус думу недавно ездил. Или дума, я не знаю, как правильно называть, блин. Меня, короче, я такое захожу себе в YouTube на канал путешествий. Смотрю такой, ты куда-то полетела, ну-ка. Да, просто, чтобы быстрей. Я такой, короче, захожу посмотреть комментарии. Раз какой-то человек пишет, я, мол, хочу помочь вашему проекту или что-то такое, да? Ну, ладно, думаю... А, он пишет, как с вами связаться. Ну, я, короче, написал в ВКонтакте, там, скинул свои данные, ну, мол, ссылка на меня. Думаю, ладно, какая-нибудь ерунда, наверное, опять. В итоге оказалось весьма не ерунда. Депутат, это написал мне депутат. Бывает. из КПРФ. То есть, мол, я же снимал заброшки же на втором проекте, там, заброшки, метрошка, там, коммуникации всякие, то есть, он говорит, очень, типа, крутой проект у вас, мол, я тоже раньше, типа, занимался этим. Стройка. Ты только пока не рассказываешь, что будешь строить, чтобы... Нет, не буду, но просто эту табличку я поставила недолюний месяц назад. О, ужас. Да не, мы не так давно, ты чего? Нет, так я еще до этого времени. А, херно такая. Ну ладно, я не дорасскал свою историю. Вот, короче, депутат, оказывается, тоже раньше, когда-то давно, тоже любил полазить так. Ну, то есть, в принципе, схожий интерес был, короче, ну вот он, говорит, там, все круто, показал мне, погуляли мы с ним по дому, он меня даже с несколькими депутатами познакомил. Просто, знаешь, чисто шок из-за того, что... Неожиданность. Я вообще думал, то, что это разводило его и прикол. Ну, поначалу, ну, представьте, вконтакте пишет человек, что депутат, и он приглашает тебя в Госдуму, просто там. Ну да. Болтать там, просто показать все, ну, мол, так. Я сначала не поверил, я до последнего не верил. Я раз такой, приезжаю на охотный ряд там, или куда, ну, в центр Москвы, короче говоря. Раз такой, подхожу к Думе, там, полицейские ходят в бронежилетах вокруг, просто повсюду. Я думаю, ребят, мне точно сюда... Да, короче, я оделся так, при параде, нормально. Раз такой, захожу, там этот, таблички всякие, типа, что нельзя проносить, оружие, там, химические вещества, радиационные, тоже вещества. И единственный знак, который я так и не понял, это... Представься, что... играла когда-нибудь в Warface, или что-нибудь подобное? Играла. Знаешь, там, когда комбо-убийство, там несколько человек вот так лежат, я не знаю, в круг как бы. Представься, что там вот такой знак стоит. Я немножко поугарал, и думаю, блин, запрещено комбо-убийство? Возможно. Блин, только сфоткать забыл. Я так в интернете и не откопал, что этот знак значит. Но потом надо будет посмотреть. А у меня все оказалось более прозаично. У нас пришел проект, у нас пришла неожиданность. Проще говоря, если кто-то смотрит нас из программистов, то он поймет, что значит, окончание проекта и внезапные... Сколько времени назад, примерно? Да, 3 секунды назад. Ну, давай рассказывай, у нас просто запись летела. Ага. Ну, и он прекрасно меня поймет, когда окончание проекта, уже нужно сдавать, все хорошо, все отлично, все уже готово, все уже расслабились. И один человек внезапно пишет, что он он не может, он все, он вы такси, и он не может заделать часть работы. А эта часть работы очень значительная. Прям пипец, какая значительная, и так просто ты ее не сделаешь. И если ты, конечно, кому-то что-то скажет, то это работает две тысячи с чем-то кадров. По-моему, в 900 с лишним. Но это тебе пришлось каждый кадр чисто делать, да, получается? Да, к счастью, не весь шот мы разбили, там, например, один делает того мужика, другой делает чисто фон, потому что один человек за неделю это не выдержит. и то мне пришлось сдать 500 кадров, потому что, ну, более сложного материала, потому что я уже физически не могла потянуть это. А оставать нужно 20-го числа, это уже сегодня. Ой, понятно. Так, ладно, я сейчас прибежал к нам в гараж, можно сказать, у нас один иридий уже готов. Ура! Кстати, тут можно поставить, кстати говоря, такую интересную вещь, типа Repay Repat Run. Это означает то, что, ну, как вы видели, я пришел, да, и тут только одна иридиевая руда, и больше ничего не стало делаться. Все из-за того, что тут как бы если нажать просто зеленую стрелочку вот это, то это получается сделается предмет разово. А вот я сейчас поставил постоянно как бы кнопочку и у нас теперь будет шлепаться иридиевая руда. Насколько я помню, ее нужно штук 40, что ли. Или нет? Давайте посмотрим сейчас. Так, значит, 4 иридия нужно на пластину. Так. Так, еще, кстати, можно будет иридиевый дрель сделать, что самое крутое. Так, значит, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, получается 40 иридиевой руды нам надо получить, чтобы сделать квантовый костюм 1. Ну, конечно, у нас материя позволяет. Ну, блин, ее реально очень много тратится. как вы видите, тут пока не накопится энергия, оно не будет делаться. Тут такая хитрая вещь. Я, кстати говоря, надеюсь, очень надеюсь, что то, что мы вот до этого только что записывали, до вылета, оно сохранилось. А, ну, это да, кстати. Не дай бог, какая-то ошибка, я просто, я не знаю, что я буду делать. Мы будем в большой-большой печальке. Так, теперь у нас снова две иридиевые руды. Кстати говоря, я еще за серией наделал провода, тут, в принципе, прилично, потому что у нас, как бы апгрейдики позволяют это делать. Все спокойно. Так, ладно. Запись идет где-то 20 минут, в общем, примерно должно получиться. Так что, давайте сделаем еще тогда продвинутых ветряков. Так, кстати, что за ерунда? Откуда он тут? А я только меч достала. Блин. Ну, похоже, тут зона спауна, вот они. Странно. Ну, ты там посмотри, поставь пока что факел. Тут просто у меня с собой нету. сейчас факел. Я с собой нету. Стой, у меня есть. все, наслаждайся. Так, ладненько, что я хотел. Так, сделать ветряки. Так. Фух, у меня столько всего уже произошло за то время, пока я не записывал, что рассказывать бы, но уйдет пару часов просто и синих дней. Ну да, тогда уже проще дождаться стрима и хорошенько так все рассказать. Так. Да, я думаю, у людей накопилось очень много вопросов. А зачем ты поставил туда кусты? Кусты? А мне просто их некуда было одевать. Их просто реально столько было, что просто кошмар. А зачем ты туда поставил кусты эссенции? Что? Кусты эссенции. Да, потому что некуда, ну, не то, что некуда, просто мне их лень было туда тащить, а то я решил так сделать. Так, теперь самое интересное. Блин, у нас... Ты не представишь, у нас не хватает булочника. Так неудивительно, ты его всю переработку убрал. Блин, а нам для генераторов нужны печки, следовательно, по 8 стаков на... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Блин, только два стака, ну, охренеть просто. То есть, я взял, вот просто перемолол, вот, вот лупень. Ну, бывает. Просто я что-то как-то вообще про это забыл. Я думал то, что, ой, железо, железо главное есть. То есть, тут, тут очень хитро все получается. Так, ладно. Давайте тогда сделаем сколько получится. Значит, железные печи, два стака. Так, потом что? Так, потом, значит, железные печки кладем вот так, три железные пластины и батареечку. Как вы видите, батареечек я тоже прилично надел, у нас получается генератор. Так, значит, два стака генераторов есть. И теперь далее. Тут нужно выключить, чтобы у нас железные слитки не перемалывались. И вот отсюда вытащить немножко железных слитков. Я специально определенное количество оставил, чтобы можно было сделать ветряки. Так, так. Сейчас попробуем сделать хоть какой-нибудь более продвинутый ветряк. Потому что, чем больше у нас энергии капает, тем, конечно же, лучше. Кстати, напомни, пожалуйста, как делается светящаяся дорожка? Светящаяся дорожка? А там, по-моему, светопыль. А ты вот сюда приди, у нас же она тут есть. Да вот я как-то зашла. Она делается из лампы четырех дорожек. Вот сюда посмотри, где всякая техническая часть. Тут у нас все есть. 6 штучек всего. Ну да. Ну вот, посмотрите, рецептик и делаем. Кстати, возможно, мы дорожки даже какие-то обычные сделаем, потому что просто ужасно пролетать мимо постоянно, особенно учитывая мою скорость бега. Кошмар. Понятно. Так, ладно. Да нет, кстати, обычно будем наоборот сам эту. В том же я все-таки надеюсь, что гости у нас будут появляться часто. И даже я прям совсем очень грандиозные постройки собираюсь сделать. И, кстати, снимать это, как все это строится. Правильно. Так, ладно, катушки. Сейчас посмотрим, есть у нас катушки. Катушки должны же быть. Нету. Ладно. К счастью говоря, на этот случай у нас есть стак железа. Так что сделаем мы катушки. Даже сколько получится. Так, 8, 16 катушечек. Ладно, отлично. Так, значит, что делаем дальше? Просто нужен трансформатор низкого напряжения для минимального такого продвинутого ветряка. Так, оловянные неизолированные провода и досочки. Досочки, кстати, тоже есть. Ну, конечно, вот тут где-то рецептик у меня был. А, у меня катушки тут прям были. Так, ладно, давайте тогда возьмем и перекинем сюда. Кстати, а у тебя обычный топор есть? Стинкер-кострак, который не срубает дерево полностью, он только по кусочкам. Топор Стинкер-кострак, который не срубает вообще. как обычный топор. Нет. Ну, ладно. Так, ладненько, делаем теперь вот такую манипуляцию, то есть, теперь смотрите, то есть, я рецептик сделал и теперь вот так мы делаем продвинутые ветряки, то есть, с помощью трансформаториков. Так, получилось уже 26 штук. Так, сейчас я уже вручную тут немножко надел. На самом деле, почему я это показываю? Да потому, что это, наверное, классно, сделать столько, блин, ветряков чисто за один раз. Сама эпичность. Так, ровно 32 ветряка сверхнизкого напряжения получилось сделали. А потом на халяву получать энергия. Не на халяву, конечно, но да. нам нужно будет трубу как-то красивше привести, а то она смотрится как как какую трубу? Ветряю, которая к ветрякам идет. Это не труба. Какая труба? Провод. Провод. бля. Ну, в виде трубы сделаю ее, что ли. Потому что смотрится просто не комильфо. Да как можно назвать это трубой? Ну, идет вверх длинная труба. А то, что это провод ничего, да? Женская логика беспощадно смирись. Так, ладненько. Я пока что тут сделаю трансформаторных апгрейдов, а то у нас их вообще почти не осталось. Так, стекло, значит, есть, нужно трансформатор и микросхемы. ладненько. Вот же незадача микросхем, что ли, не осталось. Кошмар. У нас же их было... Ну, я тут все ковырял, я говорю, тут очень мало осталось. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я и так стараюсь их делать очень много, то есть, там, стаками, даже больше. Тут просто у нас теперь проблема такая, то, что железа очень много нужно. То есть, я же как бы постоянно делаю ветряки, все больше, больше, больше их там. Вот это вот такие дела тут. микросхемы теперь есть. Так, ладно. Теперь осталось сделать такой трансформатор. Как он делается? Так, значит, базовый корпус и медный провод. Окей. Так, давайте же сделаем тогда стак машинных блоков. Конечно, я стак рассчитывал потратить на другой совсем, но, как вы видите, такие дела. Так, один уже есть. Тогда давайте вот так сделаем. Так, так. Кстати, по-моему, теме это у нас довольно-таки быстро. Ну, что факт, то факт. У нас это постоянно происходит. А, я просто отвыкла, понятно? Еще никогда не было так, чтобы у нас стемнело долго. Это, это Россия. Даже в Майнкрафте. Как печально. Кстати, ты видел, какие скатерсти у нас теперь на столах? Где? Дома. Нет, не видел, сейчас я доделаю и загляну. Так, значит, про вот и машинный блок. Так, давайте посмотрим, что у нас тут по апгрейдам. Так, теперь, как вы видите, я могу смело сделать где-то целый стак этой ерунды, улучшения трансформатора и просто спокойно не париться. на самом деле, всегда хорошо, когда есть такой достаточно большой запасик, потому что иногда просто, ну, невозможно, тяжело потом делать всю эту ерунду. Так, ладно, давайте вот так сделаем, так, получается у нас, сейчас посмотрим, сколько у нас получится ветряков на 32 энергии, так, 8 штук. Самое интересное, то, что это приятно делать, то есть, видите, уже 128. А кому неприятно делать такую прелесть? В итоге, у нас теперь два ветряка на 128 энергии дают каждый, то есть, это еще прибавка 256 энергии. Очень хорошо. Только у меня вентилятора нету. Так, ладно, сейчас сделаю быстренько вентиляторик. Как раз таки у меня есть базовый корпус и углепластик. И еще один карбоновый вентилятор готов. Так, давайте же установим. Потому что со временем, я говорю, будут стоять самые продвинутые ветряки просто пачками. Вот это, я понимаю, будет жить. Ой, так, так, тут у нас стоит на 512, на 32 и будут два стоять по 128. Так, вот так и вот так. Так, сейчас он через некоторое время начнет работать. но пока ты крафтишь, я, наверное, я, наверное, передам привет молодому человеку Данилу, который очень сильно просил сказать его имя. Просто, просто, не имется важнее, да? Ну да. Так, Ладенька, посмотрим, что у нас тут по Иридию. Что-то странно. А где же? Что? Да, я не могу вспомнить, где лежат эти нари и куда они делись-то. Ладно, тут что-то материя странная не делается почему-то. Что-то очень даже странно. Нарки не хватает или чего-то еще? Это показывает как будто энергии нету. Блин! Что случилось? Я же провод отключал, чтобы он не жрал это дело. О, боже мой. Да. Как вот, надо же так, Бывает. Пускай будет. А еще, смотрю, думаю, даже апгрейды убрал, думает, что не работает, не хочет и все. Ну ладно, теперь у нас, конечно, энергия попрет. Тут у нас такое разветвление проводов просто. Кстати говоря, мне нравится, как у нас провода идут, в принципе. Так, достаточно все запутанно сделано, но хотя бы не мешает. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, думаю, стоит остановиться. Серия получилась где-то в 32 минуты, наверное, получится. Так что, на этом мы остановимся. Надеюсь, что про генерацию материи вы поняли. Кстати, утильсырье получается в утилизаторе, если что, из всякой ерунды. А, скатерти. Пойду-ка покажу вам скатерти, и мы закончим. Так, так, я это ты вот в шерсти наложила сюда, А, это половички. Половички. А, типа коврик? Полаз, да. Когда ложишь такие стола, то получается вот так вот. Красиво. И у нас теперь наконец-то есть ковер на втором этаже. Да? Да. Пойдем? Ну, блин, я только... Я только сел. Да-да-да, я только сел. Ой, слушай, интересненько. Красная дорожка, блин. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, думаю, мы все-таки реально остановимся. Надеюсь, что вам понравилась наша серия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и увидимся в следующих сериях. Всем пока. Всем удачи, всем пока. Всем пока.